Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 27 марта, у нас на улице еще очень холодно, снег. И вот каждый день, проходя в теплицу, я смотрю на это чудо природы, и у меня сердце кровью обливается. Хочу показать вам растение, которое до такой степени морозостойкое. Вот этот тот самый, который я сначала называла ракомболь, потом мне зрители подсказали, что это скорее всего лук суворова. Вот когда здесь еще был снег, мы по нему ходили, ну кто-то наступил, или я, или Катя, видите, его сломали. Вот эти розовые колья, их уже видно, они вылезли еще неделю назад. У нас было ночью вчера минус 16, позавчера минус 14-15. Мне так жалко этого суворова, видите, лезет. Он сквозь мерзлую землю, при минус 15 и минус 20, даже еще минус 20 здесь было, пробивается. Это даже не батун, и это даже не... Вот есть же черемша, батун, но они, когда снег, они еще не лезут. Он уже лезет, ему уже надо. Но больше всего мне жалко детей этого суворова. Вот представьте, он самосевом в том году осыпался. Они, конечно, все уже взошли. И ладно, сейчас вот они на солнышке. А вчера, когда было минус 12 днем, а позавчера... И они взошли-то еще не на солнышке, а еще когда были под снегом. Они всходят при минусовых температурах. И вот я слежу за этими детьми суворова, они в два дня уже. Мороз трахнет ночью, они раз, как бы вам объяснить, как сделаются чуть прозрачненькие. Раз, солнышко выглянуло, хоп, они опять начинают зеленеть. И снова поползли. Вот здесь, где они нападали. Но откуда их девать? Я прохожу мимо них, у меня не хватает душевных сил смотреть за их мучениями. Они то делаются прозрачные, то опять зеленеют. То прозрачные, то опять зеленеют. Ну это хорошо, что у нас наступило потепление. Но откуда их девать? Этих детей суворова. Их здесь столько много. Они такие живучие. И я сразу вспоминаю, как суворов переходил через Альпы. Это, конечно, немножко смешно, но мне эта мысль только в голову. Вот видите, вот они они все, суворовцы, суворовцы. И хочу сказать, было бы у меня место, я бы насадила целую грядку вот этого чудесного растения. Оно самое первое. Вот это самая первая зелень. Она даже быстрее вырастает. Оно сейчас как бамбук, как попрет-попрет, вырастает быстрее, чем те, которые сеем в холодную теплицу. До чего вкусные листья. Я так его люблю. Я его даже до дома не доношу. Я во время работы в теплице выскочу, как коза-дереза. Хоп-хоп, листья два-три тут же съем на ходу, обгрызу. И опять работать. Вот этот остро-сладкий. Какой-то он и острый, и немножко сладковатый. Такой какой-то и пряный. Не могу я описать словами, но кто знает, кто ел, тот знает. А многие люди, когда я показала, что я вот это растение ем весной, они очень удивились. Они сказали, а у нас оно растет как декоративное в огороде. Ну вот так этот мой лжирокомболь, который оказался луком суворова. Видите, какой он плодовитый, какой он выносливый. Если вы где-то увидите, мне дала соседка Вера луковица, если вы где-то увидите или услышите, что есть вот лук такой суворова, у кого-то лишний или что, возьмите, посадите. Не пожалеете на салаты. Просто так, как я, жевать. Это кладезь витаминов. Если найду видео старое, я покажу, как он красиво цветет. Все, пока, до свидания. 29 марта. На улице минус 5 рано утром. Дети суворова опять замерзли. Ну все, окостыжилась, земля замерзла. Сейчас солнце днем выглянет, они опять оттают. Вот удивительное морозоустойчивое растение, морозостойкое такое. К сожалению, видео прошлых лет не нашла, я их все удалила. Пока что вот только так.